В настоящее время провинция Хэйлонзян прилагает все больше усилий, чтобы оказаться в первых рядах в реализации концепции большой еды. Обираясь на местные ресурсы сельского хозяйства, провинция Хэйлонзян ускоряет развитие современного животноводства, холодноводного рыболовства, экологической лесной пищевой промышленности и сельского хозяйства с контролируемой средой, чтобы повысить доходы крестьян и одновременно добиться более диверсифицированного снабжения продовольствия. Это база Чингхуаху, Карабана Сипею. Позади меня участки фотоколиванических пластин, а потом мною десятки тысяч килограммов лосося. Лосося предпочитают тенистые условия и фотоколиванические пластины на лету обеспечивают тени. Это позволяет реализовать инновационную модель производства электроэнергии на лету, обеспечивая годовую мощность производства электроэнергии в 150 миллионов киловатт-часов. В корпорации Бэй Ю проект «Рыба и свет», который был забочен в этом году, начал приносить корпорации двойную выгоду. Пару фабрикатов рыбных в провинциях Хэйлонзян стали пестосирирам в крупных супермаркетах. В этом году корпорации Бэй Ю также разработают полные сотни новых продуктов, которые будут продаваться по всей стране через продажный стримик и групповые закупки. По ближайшему будущему в городе Татим будет создана полномасштабная производственная база по выпуску пару фабрикатов рыбных блюд в провинции Хэйлонзян. На первом Майдабе производства происходит грубая обработка, снятие чешуи, жировка и потрошение. На следующем Майдабе, в зависимости от продукта, добавляются дополнительные линии, такие как встряхивание, жарка и добавление приправ. В Карпордиве морочного ревноводства на фирме 8511 корпорации Петахон, теряда которым чуть позже года. Это порода кальштейнин. Они перебрались сюда из новой циранзии. Эти коровы имеют кин-эй-2. Из 15 тысяч коров были отопраны 5 тысяч. По сравнению с обычными коровами, производящими 11 тонн малага на единицу продукции, коровы А2 компании Ханзян дают малага больше и более высокого качества. Сейчас самодонзянский фериал корпорации Петахон стал крупнейшей базой морочного ревноводства А2 в провинции Хэйлонзян, достигнув нулевого прорыва в промышленном производстве экстраматрикарных эмбрионов морочных коров на северо-востоке. В 2025 году погрови коров достигнут более 50 тысяч, а ежегодное производство свежего морога составит более 210 тонн, что сделает мудандянский филиал морочной столицы Хароной Корнице и морочным скрадом Кидая. На основе стабильного производства зерна в провинции Хэйлонзян отстает приоритет развития животноводства, настаивая на стабилизации поколовья свиней и расширении поколовья коров и овец. В то же время укреплённо реализуются меры по возрождению рыбородства в холодных водах. Содействуйте строительству крупных морочных фирм, чтобы ввести их в эксплуатацию как можно скорее. Концумарты полностью реализовали проект «Бахоник-земель» высокого стандарта в 560 тысяч гектаров. Точнее продолжать проводить мероприятия зимнего рыбородства. Общий там просто производство продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и рыбородства в провинции в первом квартале превысил средний уровень покидаю.